С новостями культуры в студии телеканала 24KZ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие пять минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Все на этой выставке от посуды до конской упряжки сделано мастерами своего дела. Казахи издревле знали, что красота в деталях, поэтому уделяли особое внимание украшению и декорированию предметов быта. Особенность, наверное, этих исторических ценностей прикладного искусства в том, что у казахского народа искусство, произведение, они сейчас ценятся как произведение искусства, а вообще оно применялось в основном в быту. Поэтому можно с гордостью сказать, что наши предки пользовались красивыми вещами. Декоративно-прикладное искусство издревле занимало особое место в истории казахской национальной культуры. Значимость ювелирных украшений заключалась в ценности материала и в композиционной цельности предмета. Особый интерес представляет собой саукеле, традиционный головной убор невесты, который не имеет аналогов на всем пространстве тюркского мира. Саукеле это как бы джитсуйск, это будем считать, что средний Казахстан, довольно знатного рода, она полностью обогащалась. И тут очень много, мы сейчас в последнее время в сравнении находим, что очень много элементов с саксским искусством. Последняя находка, которая называется урджарская ханшай, она еще не показана, это золотая женщина, царица, урджарская царица. И очень много схожих элементов с нашим современным саукеле, это 19 век. На выставке также представлены предметы конского снаряжения и национальное украшение блезок. Браслеты выполнены с применением богатого арсенала приемов казахских мастеров-зергеров. Одной из важных областей народного искусства было украшение сёдел, сбруи и попон. Традиция декорирования предметов конского снаряжения связана с исключительной ролью лошади в жизни и мировоззрении кочевника. О самых важных событиях в мире культуры и искусства за рубежом вы узнаете из нашей рубрики «Дайджест событий». Музей современного искусства в Нью-Йорке признал немецкую художницу одной из значительнейших представительниц современного искусства. Творчество Изы Генскин не подходит ни под одну рубрику. Она поистине многогранна и работает в самых различных жанрах — от скульптуры, фотографии и кино до архитектуры, живописи и коллажа. Границ между жанрами она как будто не замечает. Переходы от одного к другому в её работах практически незаметны. Волшебная шкатулка искусств так окрестила своё творчество сама художница. Оно загадочно, вдохновенно, рискованно. В нём нет ничего своевольного и кричащего. Она неохотно рассказывает о своём творчестве, а как бы отпускает его от себя в мир. Суперкритичное, но не морализаторское. В таких словах профессор искусства Каспер Кёнинг описывает позицию Изы Генскин. Творчество Генскина хватывает почти 40 лет. Пиком её карьеры стал 2007-й, когда её пригласили оформить германский павильон на Венецианской биеннале. В 2009 году в музее Людвига прошла первая крупная персональная выставка художницы под названием «Сезам, откройся». И вот пять лет спустя пришло время ретроспективы в Нью-Йоркском музее с его прекрасными выставочными залами. Для Генскин это означает мировое признание. Между прочим, в США впервые представлена крупная экспозиция великой немецкой художницы, которая заслужила эту честь. И в заключении выпуска афиши культурных событий Казахстана на завтра. Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова покажет спектакль «Светлая любовь». Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это была программа «Культура». Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok